Субтитры создавал DimaTorzok и сферой мифа и ритуала, в том числе ритуала исполнения песенных текстов. И, соответственно, мне всегда хотелось и хочется установить хотя бы некоторые ранние пограничные состояния японских поэтических феноменов. И вот когда-то читала я самые ранние японские поэтики и прочитала фрагмент из одного трактата, ну, не такого уж старого, но, в общем, это 1627 год, «Суть поэзии пятистишей» по Минамото Мото Сиори. И вот я прочитала этот фрагмент и сильно задумалась. Фрагмент этот касается определенного слоя лексики в японских пятистиших танка. Ну, обычно по-японски это называется «вака». «Вака» значит «японская песня». В этом фрагменте речь идет о лексике, которая обозначает различные виды ветра. Как говорит этот самый Минамото Мото Сиори, что названий много. И заключает, вот он перечисляет эти самые ветры, которые, видимо, он выбрал из круга известных ему пятистишей, собрал вот в этом самом своем поэтологическом трактате и завершает он словами, что помимо названных существует еще множество, «но о них не поют в песнях». Поэтому он здесь их не приводит. И тогда я тоже, как сейчас совершенно точно сказала Нина Владимировна, и стала думать, почему такая история. Вот буквально на днях я решила посмотреть, что говорит современная японская культура про ту же самую тему. Выяснилось, что вот здесь как бы этих ветров немало, но этот каталог ветров раз в десять, короче, того списка, который я обнаружила на днях. Этот список называется «Красивые имена ветров». И туда, видимо, помимо поэтических слов, то есть используемых в традиционной поэзии, вошли еще разные названия ветров, которые используются просто людьми, а также земледельцами, рыбаками в разных зонах Японии. Вот я вам покажу, они там вот, например, «Это лето». Вот я не стала это переводить, потому что во многих случаях эти самые названия, они довольно загадочные. Но вот это просто лето. И по поводу каждого сезона имеется вот такой набор. Но есть примеры, и этого тоже посильнее. Вот в 2011 году появился трехсоттысячный словарь ветров, трехсотстраничный словарь ветров. А два года назад вышла монография «Японский ветер. 50 видов ветра, связанных с повседневной жизнью японца». Ну и, в общем, из этих работ явствует, что всего название ветров в истории японской культуры, если собрать все эпохи и не все сферы жизнедеятельности, вот их больше двух тысяч. Этих самых слов. Их классифицируют по множеству параметров. Например, по эпохе употребления то или иное лексема, по локализации ветра, по его направлению, по его силе, по тому, насколько широка зона его действия, уровень тепла или холода, по конечному эффекту. Например, ветер, который разбивает листья с деревьев. И на каждую такую разновидность отдельная лексема. Ну и надо думать, что с той подробнее разработанной токсономии, которая восходит в классической древности, образовалась неспроста. И, конечно, хочется понять это явление, которое я вот с самого начала для себя назвала мифологема ветра, очертить набор представлений, связанных с ветром и его изображениями в мифах, ранней литературе и отчасти в изобразительном искусстве. Ну и прежде всего в древности и в раннем Средневековье. Исследуя методики, как теперь говорят, корпусной фольклористики, я начала с мифологических текстов. Ну, вы знаете, что есть два мифологических свода, главных в Японии, образованные в начале 8 века. Это записи старых деяний котики и одного Японии Нихончаки. И из этих мифологических нарративов мы видим, что божество ветра существует с древних времён. Святилище также называются в этих текстах. А вскоре фиксируется молитва слова Норито, усмиряющая силу ветра. Вот этого нельзя сказать о божествах других стихий, например, землетрясений или цунами. Ну, просто если спросить, кто у нас бог землетрясений? Ну, вот нет. Бог землетрясений, но в лучшем случае бог земли может выступать в этой роли как бы вот в качестве арбайта. но опять у него нет имени, у него нет круга обязанностей и нет соответствующих кумений. А с ветром дело обстоит не так. Ну, вот есть возможность объяснить это, например, так, что, ну, во-первых, ветер чрезвычайно тесно и время от времени губительно связан с основной японской сельскохозяйственной деятельностью, ну, в меньшей степени с потребностями морской навигации и рыбной ловли. Но, видимо, главное всё-таки в том, что вот богатство этих классификаций оказывается возможным, потому что ветер это вещь предсказуемая. Предсказуемая сезонная воздушные массы в районе островов перемещаются более или менее периодично и регулярно. И ввиду этой регулярности поведения ветер по-видимому легче поддаётся наблюдению и исчислению по сравнению с непредсказуемыми землетрясениями и, соответственно, цунами, которые связаны, бывают именно с землетрясениями, как последствия их. Ну, может быть, это объяснение слабое, но просто ничего другого как-то не приходит к голову. Впервые слово, которое обозначается иероглифом «ветер», китайским, естественно, иероглифом, это японских иероглифов практически нет. Есть несколько штук изобретённых в Японии, ну, так, полушуточных. Ну, вот, слово, обозначённое китайским иероглифом «ветер» впервые встречается в записи в древних деяний. Вот в этом списке ветров, которые дуют летом, последний иероглиф, скажем, во второй строке, в третьей строке, в четвёртой, пятой и далее, последний иероглиф. Справа это и есть иероглиф «ветер» по-японски «кадзе». Вы, наверное, не все знают слово «кадзе», что значит «ветер богов». Это такой постоянный эпитет к топониму «Иссе», где находятся храмы Аматерасу и некоторых других божеств. Вот это значит, он делает эти самые божественные ветры. Этот иероглиф «кадзе». И встречается он в 71-й раз в тексте в 1712 году. Но поскольку письменность была заинствована из Китая, где население пользовалось языками и наречиями совершенно иных языковых семей, в Японии достаточно рано появились иероглифические толковники. Ну вот, я так понимаю, что сегодня нет среди служителей ипоноведов. Я тогда скажу, что я хочу сказать, потому что мне это может понадобиться. Ну вот, например, японский язык абсолютно другой по фонетике, морфологии, синтезису и так далее по сравнению с китайским. Вот он заимствует эту самую пиктограмму. Ну, лодка. Ну, лодка, она первоначально изображается, очень похоже на такую лодку с перегородками. Лодка заимствуется вместе с китайским словом чуань. Ну, то ли это было произношение того времени, то ли японцы его модифицировали, но вот этот чуань в японском языке стал звучать как сэн. значит, японцы заимствовали картинку и вместе с ней китайское слово, означающее лодку. Но у них вот каких-то там местных наречий у японцев уже было слово для лодки. И оно никак, никоим образом не соотносилось с этим китайским чуань или японизированным сэн. А было японское слово фунэ. Ну, тоже с поправкой на древнее произношение, ладно, это не важно. И таким образом у иероглифа образовалось несколько возможных чтений. И когда мы видим сейчас иероглиф в японском тексте, мы, в общем, должны первым делом подумать прочитать его японизированным китайским чтением или вот этим самым как бы исходным японским. народным, так сказать. Именно поэтому очень трудно бывает толковать имена японских богов, записанные в кончике или в нихонсёке, потому что записать их можно было только иероглифами. Значит, иероглифы использовались в фонетической функции частично, а частично нет иероглифа, которые не имеют смысла. Обязательно иероглиф что-то выражает и время от времени смысл тоже использовался. Поэтому этимология имён богов и их толкования это самая сомнительная и призрачная область японской имфологии. И вот первые японские иероглифические словари они воспроизводили китайский оригинал. То есть они толковали только иероглифические знаки как таковые. Что они значат? Они не имели дела с японскими словами, ассоциированными с этими иероглифами, но со временем стали делать шаги по пути к тому, что можно назвать толковым китайско-японским словарём. Первый словарь, наиболее полно представляющий японский язык того времени в соотнесении с заимствованной китайской графикой, это такой японский имя на слов, составленный в начале X века. По композиции словарных статей он представляет собой алфавит мира. Это естественно заимствованный из Китая принцип. Словарные статьи разнесены по тематическим разделам. Там небесные явления, человек, части тела, деревья, медицина и так далее. Ветер там помещен в разряд небесных явлений и образует, как в Китае, иероглифическую пару вместе с иероглифом дождь. то есть образуется такое беном из двух иероглифов ветер, дождь. Это как бы одно слово, но означает оно ветер и дождь. А в то время самым высоким академическим авторитетом для японских словарей были китайские гадательные толкованки, поскольку все-таки смысловой центр древнекитайской культуры это гадание. И как считается самая сильная гипотеза именно из гаданий на костях и на панцире черепахи произошла иероглифика и идея инь-ян и так далее. Вот в этих гадательных толковниках форма иероглифа ветер вы видите вот в этом самом крайне правом зелененьком иероглифе есть такая рамка в которой внутри еще есть какой-то знак. Вот раньше в китайской гребности иероглиф ветер записывался вот так вот той же самой рамки из трех черт. Внутри видите изображение большой птицы которую обычно переводят как феникс. Такой вид имел иероглиф ветер в китайских гадательных надписях и это неудивительно это ассоциация ветра и птицы нисколько не может нас удивить. Раньше когда знаки процарапывали на костях животных или панцире черепахи этот знак был изобразительно близок вот к тому что тут посередине этого листочка изображено. Как писал Борис шрифтем древнекитайской мифологии феникс Фэн Куан чудесная царь птица обозначавшая божество ветра где Фэн это ветер а Куан изначально название особого гребня на голове птицы графически представляющего собой изображение восходящего солнца лучи которого напоминают трезубец вот вы его видите. Древнекитайский словарист Шо Вэнь Цзэ Цзэ объяснение текстов в толковании знаков в этом у этого божества Фэн Хуан клюв петуха зооп ласточки шея змеи на туловище узоры как у дракона хвост рыбы спереди он как лебедь сзади как единорог цилин спина черепахи красиво но ничего похожего в японских текстах мы не найдем. Кроме того момента создания вот этого японского лексикона ва-мио-сё этого японского имена слова иероглиф ветер в самом Китае успел изменить форму и вместо вот этой большой птицы там появился иероглиф насекомое иероглиф иероглиф насекомое появился в общем это тоже некоторая загадка почему он заменил птицу в этой пиктограмме в том же шовень говорится так ветров имеется восемь ветер производя движение рождает насекомых превращение насекомых происходит на восьмой день может быть какой-то исторический момент представление о ветре птицы стало сдвигаться недалеко это в сторону ветра дракона а дракон насколько можно судить в китайской таксономии отчасти перешедшие в японскую попадал в разряд насекомых как и все змеи но вообще иероглиф насекомое в Китае вообще служил в разных целях одно время видимо он обозначал живое существо считалось что птицы это насекомые с крыльями звери насекомые с шерстью или мехом при этом тигр мог именоваться большим насекомым насекомые с панцирем черепахи чешуйчатые насекомые рыбы и наконец голая насекомая человек то есть иероглиф этот имел некоторые генерализующие значения в японской культуре он был воспринят несколько уже чем в китайской но и в Японии к насекомым относили змеи драконов и тоже в средневековой литературе можно встретить понятие человека как насекомого лишенного крылья смеха и чешуи то есть и в Японии этот иероглиф ассоциируется именно с насекомым змеей драконом ну вот я сказала что в китайских гадательных книгах фигурируют боги ветра восьми направлений или в сокращенном виде четырех по основным сторонам света и эта структура пространственной ориентации была воспринята в Японии с самых давних времен но если мы обратимся к словесности как таковой например вспомним вот этот фрагмент из поэтического трактата то окажется что все названия которые там приводятся они не имеют отношения к сторонам света в именах этих самых ветров и в именах богов ветра не содержится указания на направление бывает что для записи используются иероглифы и по иероглифам получается восточный ветер южный ветер но то японское слово которым принято читать эти там два иероглифа типа восточный ветер имеет совершенно другое абсолютно не имеющее отношение чтение и значение с направлением не связанным но тот же самый восточный ветер эти два иероглифа у них может быть два варианта прочтения на японский лад если этот бенам читается как аю или аи то это ветер который дует со стороны японского моря на сушу если читать как коч то по направлению тоже в слове коч направление не содержится по мнению состоителей средневековых словарей это слово передает значение ветра отдущего сильно то есть большой скоростью ну и можно много привести названия ветров относящихся к этому периоду но если бы если бы если вдруг меня услышит японист я назову какие-нибудь абуракадзе орощи анаджи камилатащи то понятно что там совершенно нет никакого севера юго-востока и запада лексическая семантическая связь со странами света почему-то отсутствует список этих самых нескончаемых список ветров принципиально открыт потому что есть довольно давно возникший неологизм биру-кадзе кадзе это ветер а биру это от слова английского слова building то есть это такой сквозняк который возникает между двумя высокими зданиями то есть послевоенное слово конечно раньше не было биру в имени божества ируглиф ветер впервые встречается в разделе мифологических сводов которые принято называть рождение богов это такое длинное имя у японских богов очень длинные имена иногда больше строчки занимают по-русски это имя в переводе Евгения Михайловна Пинус оно объясняется как бог-муж отводящий ветер ну в общем что только Ваня сомнительно неоднозначно это я уже говорила но вот те филологи которые не выдвинули не японские филологи это толкование они указывают на то что это божество появляется в группе так называемых домовых божеств то есть ицзанаги ицзанами заканчивают процесс рождения страны то есть островов и начинают рождать божеств и первыми появляются шестеро связанных с жилищем это не первые боги в японской металлогии это первые боги рожденные уцзанаги ицзанами там еще до этого были боги которые рождались становились сами по себе их тоже было очень много вот значит тут вот говорится как они это слово рождали получается что ну видите сначала они так объясняют японские фольклористы после порождения страны происходит порождение жилища таким образом сначала рождается бог муж великого деяния божество которое строит жилище потом вот этот бог каменистой земли и дева богиня каменистой земли это боги фундамента предполагают они вот потом божество входа божество кровли а затем божество от которого ждут защиты от ветра ну вот может быть так оно и есть тогда это первый бог ветра японской мифологии но есть конечно и другие японские историки мифологи которые считают что речь идет не о боже ветра и это длинное имя совершенно иначе объясняют и вообще может быть это не про ветер а про какого-то очередного неопознанного японского бога но зато связь с ветром другого божества из мифологических сводов не оставляет сомнений но в его имени нету слова ветер ветер который катся и сам факт его рождения тоже упомянут в характерном месте перед ним рождается множество божеств морской и речной воды бог и богиня водной поверхности вскипающей пузырями небесной земной боги распределение воды небесной земной боги зачерпывание воды за ними бога ветра имя ему щена цухи коноками юноша бог ветра ради лет говорится в кончике переводе пенос после того как рождается юноша бог ветра дальше следует цепи рождения бог деревьев бог ствола бог гор дева богиня травянистых равнин и таким образом стихия ветра оказывается в одной группе с классом таких природных объектов как моря и реки деревья горы и равнины то есть оказывается связана с земным рельефом но это в общем попытка интерпретации номинации в чистом виде без каких бы то ни было подробностей и вот это божество ветра о нем прямо так и сказано родилось божество ветра но само это имя щена цухико объясняют комментаторы через слово щена щена цухико значит юноша дуновение духа то есть связь ветра и дыхания прописывается здесь первый раз но вообще таких случаев в них он щеки немало но тоже удивительного в этом ничего нет это общее место например дальше там в аналог Японии морской бог учит одного персонажа вызывать ветер чтобы ветер вызвать надо рэком воздух выдохнуть ты так сделай а я ветер в глубин моря подниму ветер у берега подниму собственно по версии аналог Японии таким образом и был порожден бог ветра щена цухико то о чем я говорила раньше это было котчики это были записи древних деяний а в аналог Японии в них он щеки говорится Эдзанагиномикотом породив совместно с супругой Эдзанами великую страну восьми островов сказал в стране которую мы породили ничего нет кроме утреннего тумана и исполнена она ароматов и от его дыхания когда он стал дуть произошло божество его зовут сенат цухико номикотов это божество ветра вот сообщается о рождении божества ветра никаких последствий это за собой не влечет имя и выражение божества ветра упоминается обоих сводах всего один раз при рождении и вот например уже когда есть такая императрица Джингу которая решила завоевать Корею и моментально была переброшена на Корею на Корейский полуостров с помощью тайфуна и цунами вот неизвестно как это было то есть тот же самый щенат цухико действовал при этом или какая-то другая стихия ветра ну говорится так тут бог ветра вызвал ветер а бог моря вызвал волны и все большие рыбы морские всплыли и стали помогать латье и так не работая ни веслом ни рулем латья приплыла в силу это значит тоже были был эффект ветра явно имеющего вот такую вот сверхъестественную силу и возможность то есть ветер перенес эту самую чингу в Корею в других нарративах коджики нихонщоки ветер также оказывается способен переносить материальные тела или информацию в мир мертвых и обитель богов например в связи с покребальным ритуалом и в обоих сводах с некоторыми отличиями говорится что отец бога Аминова Кахико узнал что сын скончался тот же послал быстрый ветер и тот принес мертвое тело на небо быстро или там траурную хижину и положили до погребения аналогичные примеры есть и не только в сводах например в текстах жанра фудоки описание обыкновений и земель той или иной области там значит тело покойника везут по реке поднимается ветер и тело поглощается водами водами реки ветер как канал передвижения между мирами фигурирует в мифе о браке между таким вот тоже полубожественным полулегендарным персонажем владеющим так называемой удачей удачей в горах и дочерью морского бога Тойота Махиме это сюжет типа путешествия на морское дно там садкори фонбинка во дворец морского царя и женитьба на морской царевне когда Хуори решает вернуться домой на сушу принцесса говорит ему я сейчас в тягости до родов недолго осталось в день бурных лом и сильного ветра я выйду на берег возведи постройку для родов и жди то есть чтобы она могла добраться с морского дна на сушу то есть в другое пространственное измерение ей нужно поднять ветер и в другом варианте этого повествования в Нихонщике говорится Антоя Танахиме потом как обещала и вправду подняла сильный ветер и на берег вышла сильный ветер как предвестие появления потустороннего персонажа встречается и в других контекстах и даже в одной маленькой сказке с другой стороны в аналог Японии присутствует сюжет согласно которому чтобы унять ветер надо принести человеческие жертвы в хрониках инфератора Кейку когда принц попадает в шторм его наложница говорит поднялся сильный ветер катятся бурные волны и ладье владыки угрожает гибель причиной этого наверняка сердце бога моря прошу тебя позволь мне недостойный и низкорожденный войти в море и заменить жизнь владыки на свою только она договорила и сразу воздвигая волны вошла в море сразу умялся свирепый ветер и ладья смогла причалить к берегу очень яркий пример вот этого самого прохода между мирами мы можем найти в Норито великого очищения Норито это японские молитвословия записанные в начале 10 века в 1924 году текст который я хочу сейчас вам показать на экране текст заклинательный и насыщенный мифологическими мотивами и говорится ну вот вот так речь идет о том чтобы все совершенные за подотчетный период прегрешения и все виды скверны с помощью ветров и дуновений было унесено в страну корней и страну дна чтобы это не осталось в этом мире и все это все эти самые Норито изображено чрезвычайно мифологическо и метафорическо просто это выразительный пример неиспользования ветра как транспортного средства между мирами ну еще надо сказать о магических предметах которые имеют свою власть над ветром в длинном восточном ареале это был прежде всего ветер в виде круглого опахала круглого опахала это самый древний вид веера вот этот складной веер это японское изобретение и как сами японцы над собой иронизируют в Японии мало места поэтому пришлось сделать веер складным а вот опахала круглая оно связанное с солярным кузлом имело с его помощью предполагалось что может вызывать ветер судя по росписям стен в японских курганах куфун веера внесли в руке участники траурной церемонии что видимо тоже может свидетельствовать о связи ветра с концепцией перемещения между мирами возможно то есть есть такая гипотеза что считалось что поднимая ветер можно облегчить переход покойного в иной мир а поднимая ветер на котором передвигаются боги можно было вызвать самих богов веер как ритуальный предмет держали в руке жрицы коммунаги во время прихрамовых праздников которые имели целью призвать божеств для их увеселения и вручения даров есть свидетельства что с помощью веера вызывающего ветер можно было несколько раз в день вызвать заход и восход солнца но это поздняя легенда тоже из жанра записей обыкновений и теней даже и ому можно было вызвать с вером через средства элитра боги могли вызывать ветер без специальных магических предметов например в провинции Киев это не так далеко отсюда зафиксировано такое предание в одном везде есть утес похожий по форме на петуха значит откуда взялся этот утес это исторический случай на подрежье Кюсю высадились в войсках у Гилайхама и тогда богиня Нил Дай Мёджин это в общем скорее буддийское полубожество она села на петуха вызвала божественный ветер камень Каце и несом этим ветром полетела на петухе в сторону врагов и разогнала всех их всех Джорджиней а петух обратился в камень который можно видеть до сих пор ну и само собой ветер надо было не только вызывать но и усмирять вот есть такой текст середины 13 века назывался 10 избранных толкований согласно собранию сказаний этого произведения провинции Шинамо был специальный служитель святилища называемый Кадзино Хафури служитель ветра он должен был сто дней в году проводить в затворе соблюдая пост а потом совершать этого усмирения ветра в районе Тохоку северо-восточный район Японии божество ветра имело в народе прозвище Кадзино Сабуло ветер третий сын связанные с ним фольклорные сюжеты рисуют его дарителям в провинции Этчу проводили даже праздник Кадзино Бон дело в том что есть в Японии современный тоже чуть ли не самый главный праздник называется О Бон проводится в середине августа это буддийский ритуал поминовения усопших предков ну это он естественно в Китае чрезвычайно связан общественным предков но это буддийский ритуал тогда по верованиям предки временно возвращаются в свои дома им оказываются соответствующие почести и подносятся угощения вот в этом во время этого обряда в районе северо-восточных провинций вот этот самый ветер третий сын ему оказываются почести как божеству предку и потом этому ветру ветра с помощью специальных ритуалов его провожают обратно на небо ну вот для ритуала пацификации ветра существовали в святилище и на государственном так сказать уровне как правило они проводились в святилище Тацута в четвертый день 4-7 месяца особенно дурным и опасным считался ветер дующий с севера-запада это китайская идея так называемый по-японски тамакадзе злой ветер представление и видимо святилища Тацута и Хиросе в древней Японии были учреждены именно в связи с этими представлениями в таких точках местности чтобы они оберегали древнюю столицу Нара от тамакадзе поскольку ветер мог принести пожары и эпидемию ну и церемонии по усмирению бога ветра проводились также в этом огромном священном комплексе в СССР где думает ветер богов еще на тюси у меня в таких храмах и так далее и вот тоже важный ритуал пацификации перед снятием урожая риса и приближением периода тайфунов на 210 и 220 день после дня весеннего равноденства по старому календарю этот оград назывался ожидание дня ветра и в период 16-19 века он этот ритуал вошел в традиционные календари и в этот день исполнялся китайский танец маска льва и спрашивались благополучие и защита от ветра а у входа в деревню натягивалась священная веревка щемонава чтобы злой дух не вошел на территорию деревни крестьяне поднимали громкий крик отпугивая ветер а также изготовляли салонную куклу в которую должен был вселиться злой дух и относили ее на перекресток дорог или на границу деревни на полях устанавливали амулеты из святилищ во дворах домов устанавливали серпы как средство отгоняющей магии ну вот объединяя контексты связанные с ветром в этих металлогических текстах древней Японии положительно выделила несколько металлогических мотивов связанных с ветром и основные функции ветра ветер как божество я имею ввиду те единичные случаи когда нам говорят родился бог ветра и зовут его так во всех остальных случаях никаких имен нам не сообщают это это просто ветер как он вот ну то есть не просто ветер но во всяком случае вот он такой как полагается безымянный один из ряд богов вот я хочу сказать о последнем пункте это пункт который объединяет полностью такие семены заимствованные из Китая в квази-исторической части Нихон-Щёки с помощью вот этих ветер-дождь ветер-волны оценивают деятельность императоров и дают им характеристику например в хрониках императора Суджи говорится осенью ну день какой-то впервые переписали народ и определили подойти трудовую повинность вот когда переписали народ и определили трудовые повинности тогда среди богов неба и земли наступила гармония ветры и дожди вот этот беном ветер-дождь стали соответствовать времени сто злаков стали плоды носить и так далее там великий покой наступил в другом случае в другом свитке этого же памятника такой был благородный интерактор который решил тоже жить скромно и вот ему не подавалось новой воды еды и питья пока не скиснут изгород не перестраивали тростник не перестывали и значит вот ветер дождь врывался в щели крыши одежда промокала мерцание звезд проникало через крышу и вот когда интерактор осуществил это свое благое деяние тогда опять ветер-дождь стали соответствовать ходу времени опять злак давать богатый урожай то же самое китайское представление есть ну например в корейской ледописи Сан-Кук-Иса говорится там во времена Хонган-Тэвана 9 век 49 государя династии от столицы до всех морей рядами стояли дома тянулись соборы и не было ни одного дома крытого травой то есть хорошие были дома музыка и песни не прекращались на дорогах а ветер дождь гармонировались четырьмя временами года то есть это характерно для всего этого региона китайской культуры вот я более или менее рассказала об основных функциях ветра в унифе и как мы видим признаки персонификации ветра здесь довольно скудны соответственно и о его персонажности говорить не очень легко получается может быть будет легче если я теперь обращусь к поэзии к стихам песням первой поэтической антологии Маньосю 8 века собрание на ряд листьев в Маньосю четыре с половиной тысячи стихотворений иероглиф Питер входит в состав 233 это составляет примерно 4-5 процентов всех стихотворений интересно что затем по мере составления последующих поэтических антологий доля стихотворений связанных с ветром начинает расти и в антологии Счинко Кинчу новое собрание старых современных песен конца 12 века количество песен в которых участвует ветер уже достигает 16 процентов от общего числа ну в общем в Маньосю можно найти все семь выделенных новой функции ветра с некоторыми усилениями и приращениями а также есть кое-какие инновации которые отсутствуют в мифологических контекстах о которых я говорила раньше божество ветра в Маньосе тоже однажды упоминается но по имени оно не называется это случай когда лирическая героиня собирается поднести в святилище свои приношения ветра чтобы он не дул и отсутствующий возлюбленный успел бы вернувшись и из путешествия увидеть расцветшую вишню я не буду из соображений времени говорить приводить примеры этих стихов но там есть ветер и как звук в небе и как канал связи и передачи информации ну например как передача информации с ветром шлю тебе известия или хочу скорее увидеть милую и ты прибрежный ветер пожалуйста подуй и на ту камелию что ждет меня находящегося в другой местности чтобы она узнала об этом ветер вообще в Маньосе в 50-ше Маньосе выступал в двух противоположных ролях он был помехой препятствием встречи мужчине и женщине например от того что сильный ветер корабль не сможет подойти к островку лежащему в открытом море это речь идет о встрече его и ее или хочу полюбоваться белой волной но ветер ее ко мне не пускает в другой группе стихотворений дующий ветер это наоборот примета если ветер дует это значит что он думает о ней и дующий ветер это предвещение скорой встречи если в песне говорится что женщина слышит как ветер стукнул вставни это значит что ее вознагрение стоит придет ну и пожалуй можно сказать определенно что во многих случаях ветер предстает как мужчина например вот такой пестише ради ветра я легла спать с открытой дверью открытой подобно крышке драгоценной шкатулки но ветер так и не подул или обращение к возлюбленному проскользни ко мне через занавеси а если мать спросит кто это я скажу что это ветер и так далее я скажу о характеристиках ветра которые представляют собой новацию по сравнению с миром мифики есть например группа песен написанных от имени мужчины где встречаются пожелания чтобы ветер развязал им шнуры одежды вот например описание ветер дующий из берега развязывает на моих одеждах шнур завязан возлюбленным и еще один поэтический троп которого не было в мифологических сводах но который подробно разработан на мелще это свойство ветра раздувать и клонить к земле разные объекты прежде всего рукава одежды рукава одежды это тоже метафора любовных отношений но группа стихотворений объединяемых мотивом склоняющихся предметов от ветра это прежде всего растения цветы травы я составила реестрик в манглёсе клонится и качается очень большое количество видов разной флоры включая цветы сливы вишни ветки кустарника хаги листья клёна водоросли тростник плющ бамбук сосна ветки ивы и так далее во многих случаях ветер при этом заставляет капли росы падать на цветы и листья что как это полагается в китайской классической поэзии неректо выступало как символ любовного акта словом в массе своей все эти тропы все эти склонения можно наверное чистить по разряду земледельческой календарной магии все они передают представление о спряжении объектов раньше я говорила что от бренности к средневековью процент стихов о ветре в антологиях возрастает причина этого не очень понятна но может быть одним из объяснений может послужить именно это обстоятельство что эндоматика ветра как могущественного фактора земледелия и земледельческой магии в Японии как и везде оказывается тесно связана соотношениями между мужчиной и женщиной и ну только наверное по как бы по процессе литературного развития сама связь любви между мужчиной и женщиной с идеей плодородия становится все более латентной и такой актуальной просто может быть вместо этого происходит усиление лирического символического потенциала этого представления и может быть поэтому оно начинает чаще обыгрываться как комплиматика любви ну вот у меня осталось еще два небольших набора корпусных текстов фольклорный и изобразительный фольклорный надо сказать сюжетами небогат самый наверное распространенный сюжет с вариациями восходит к народному ритуалу обряду принятому ну прежде всего на северо-западе страны сам этот народный ритуал вот зафиксировал но он во времена средневековья как связанный с легендарным буддийским наставником Коба Дайщи Коба Дайщи иначе его называют Кука основатель буддийской школы Сингом он проповедник ученый поэт инженер каллиграф 8-9 века он почитается как божество и считается что он до сих пор не умер а пребывает в состоянии самадхи на горе Куэсан Кукай стал этим популярным народным святым чем-то вроде Николы Угодника в смысле его оторванности от реального исторического значения и роли ну вот например во все время своей деятельности Кукай судя по всему никаких особых физических изъянов не имел но в этом народном обряде о котором я говорю связанном с ветром он предстает храмым или даже одноногим а в некоторых местностях еще и снятым считалось что в день обряда когда его призывают посетить деревню это вообще по деревням и по домам празднуем праздник неофициально обязательно будет сильный ветер и снег который скроет следы одноногости этого Кукай а в некоторых местах там еще фигурирует такая деревенская старуха которая для подношения к Коба Дайщи крадет с полей злаки и вот на этот праздник собираются дети и человек изображающий Коба Дайщи кормит их из длинных палочек вареной красной фасолью и лепешками данго рисовой лепешки самому этому божеству тоже подносят красную фасоль и данго вместе с двумя палочками одна из которых и не и другой что изображает многие божества подчеркивание этой черты от многости и хромоногости представляется довольно краснодичивым ну то есть как я предполагаю это происходит контоминация образа Коба Дайщи с народным обрядом плодородия где главный персонаж это божество ветра хтоническое существо лишенное мотно имеющее хвост с минием и дракон и само время проведения обряда сближает его с минием и сай обрядом кушения первого урожая основание предполагает что этот просвещенный логийский магистр здесь сконтаминирован с божеством ветра с драконом у меня следующий сюжет записан в разных областях страны с разными вариантами например вот сочины в деревню приходит незнакомый человек и обещает детям отвезти их туда где много разных вкусных еды или другой сочин дети хотят запустить змея но ветра нет и змеи не запускаются они поднимаются на гору чтобы запустить змеи связи с ветром очевидно и там встречают незнакомого человека незнакомый человек выпускает свой хвост сажает на него детей поднимает ветер и взлетает они прибывают в чудесное место где растет много каштанов груш и хурмы человек этот на самом деле оказывается богом ветра он сбивает ветром плоды дети едят в улю после чего он передает их другому ветру который будет по обратному направлению и отвозит детей из деревни есть другой вариант там он их привез они едят а он говорит что ему надо улететь домой он летит домой дети не знают что делать они растеряны они начинают сами спускаться с горы приходят к избушке где старуха спрашивает кто они откуда они объясняют ситуацию и она говорит да вот это вот мой младший сын проказник южный ветер такой вот шалун а вот есть у меня старший сын северный ветер вот он вас сейчас отвезет обратно в деревню вот они садятся ну видимо мне кажется что эти сюжеты имеют между собой что-то общее и что и там и здесь воплощена концепция ветра приносящего урожай и плодородий ну вот это дальше я хотела сказать немножко об иконографии божества ветра с иконографией японских божеств вообще вообще дело обстоит очень плохо потому что божества совершенно никак не изображались были они как я говорила лишены лишены облика и какого-либо воплощения поэтому я пыталась найти какие самые старые изображения японских божеств нашла два каких-то ну довольно-таки сомнительных надо сказать случаев божества эти ничем не примечательно неизвестны только что в их именах есть слово камень то есть вот божество и это две такие деревянные куклы считается что они одеты в наряды приборных начала периода хаян абсолютно лишены никакой неблагоразительности вот два таких случая есть а так вот в принципе если задать у японских медиа вопрос самое старое изображение матерас то выбрасывается портрет матерасу конца 19 века период мэйч написанный уже наполовину европейском стиле живописи было еще веки в 13-14 один вот какой-то один отдельно взятый случайный памятник в котором изображены все эти японские боги типа матерасу в виде таких индуистских божеств таких как как шива там у них много рук голов и так далее что касается бога ветра то тут получается другая ситуация по-видимому довольно рано в Японию проникли чужеземные изображения бога ветра в антропоморфном облике с мешком ветра за спиной с мешком ветра сам этот образ видно в конечном счете восходит все-таки к одессеи где как мы знаем в переводе Ересаева говорится что шкуру содрал его с 9-ти годового пытка и завязал все пути забывающих ветров ну а товарищи Одиссея разверсали этот мешок думая что там золотое серебро и вырвались эти самые ветры на волю ну вот предположение мое чисто умозрительное но может быть не только в японском изобразительном искусстве но и в текстах вот этот же самый мешок трансформировался волшебные предметы ну такие вот волшебные предметы можно сказать импортные есть шарф поднимающий ветер и шарф режущий ветер согласно аналам Японии их привез мифический персонаж Амено Хибоко солнечное как его значит его имя который прибыл в Японии из корейского полуострова и кстати беглое упоминание о мешке ветров я встречала и в китайских и в корейских некоторых материалах да ну здесь вот в отличие от предыдущих частей моего доклада я сошлюсь на японских искусствоведов которые вот раскрыли происхождение этих первых изображений бога ветра оно происхождение было подробно исследовано описано и проиллюстрировано ну в общем в разных работах это вот то что сейчас вы видите это это воспроизведение на самом деле изображение богов ветра на башне ветров в афинах но эти два они уже находятся в других местах они имеются в эллинистическом искусстве гандхары это второй век северо-запад Индостанского полуострова такой же вот профиль бога ветра с мешком за спиной отбит на монетах кушанского царства и вот самое близкое к Японии по локализации изображение этого самого греческого бога ветра с мешком ветров за спиной это вот на следующей картинке это видите это Дуньхуан справа видите от него видна в общем две трети видно от этой фигурки такой монстрик вот вот видите вот этот вот этот да вот этот мешок а вот слева это парное божество вот справа это бог а слева бог крома с самого нет еще левее видите вот такие синенькие барабанчики вот это вот это да это барабаны 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 это пара бог ветра бог грома как пара они чуть ли не в Ригведе впервые встречаются вот а в Японии в Японии есть такой в Киото поверье где стоит тысяча деревянных бут и у каждого как считают львовцы отдельное выражение лица и вот примерно в середине 13 века к этим буддам прибавили выражение еще две скульптуры это бог ветра и бог грома вот на следующей картинке они есть посмотрите пожалуйста вот видите справа бог ветра а слева бог грома с этими барабанчиками да вот это то что мы на предыдущей картинке видели но в виде таких вот гротескных тератоморфных существ вот здесь это приняло вот такой и считается многие японские скоспозады считают что вот эта пара в павильоне киото это переделка этих фресок дункуанской пещеры и вот эта же пара видимо вот тот самый гротеск дунхуанский он собственно долго остался в японской культуре и вот уже в период эда то есть много позже появилось много живописных работ которые воспроизводили эту пару в духе популярной тогда готической японской традиции козненного средневековья вот когда были все эти в моде йокай вот разные японские духи оборотни призраки страшилки вот японская готика вот тогда начали рисовать вот эти шермы очень знаменитая шерма ее продают как сувенир в виде она такая маленькая вот в общем такое уже но вот вот эти замечательные бог рома и бог ветра наверное все-таки они характерны для так сказать элитарной культуры потому что когда этот самый ветер усмиряли в деревнях то чаще всего предполагалось что оно снисходит на время обряда в обычное святилище небольшую кунерню или просто в сакральное место при этом как правило доступ к нему закрыт например божество находится в пещере пещера огорожена священной деревкой запрещающей вход вот и вот это буквально в 15 метрах от этой пещеры находится ничем от нее не отличающаяся пещера где почитается бог огня вот тут видите у входа в эту пещеру табличка деревянная на этой деревянной табличке написано бог ветра а в соседней пещере из такой же священной веревки симонала написано бог огня то есть эти боги не имеют никакого лика не имеют персонажности ну как большинство божеств японских культов они остаются невидимые и безымянные ну и это примерно вот так превесообразно то что я хотела рассказать вот и я попробую попробую ответить на вопросы и сомнения и возражения если у меня получится меня восхитила вся вся эта история она дает мне кажется очень очень древнюю ситуацию да которая вот как-то закрепилась в Японии и связана видимо с чем-то в ее в целом в ее особенной культуре это то что это не антропоморфные хотя они могут в какой-то момент потому что о чем-то действующем надо когда начинаешь говорить оно становится как бы персонажем и человеком но главное в том что мы видим ощущаем переживаем воздействие того что не видим оно очевидно действует оно давит оно несет оно приносит оно переносит огонь оно гонит воду оно клонит деревья оно сбивает с ног а его нет и вот тут то что мы видим во всех мифологических фольклористических и прочих трудах это напирание на слово дух который меня злит потому что дух это как бы что-то не бесплотное а все эти персонажи очень часто совершенно материальные вот здесь мы видим с этой сталкиваемся с той мифологической интуицией которая называет это духом да потому что можно ветер можно осуществить вот по духу или по кричах он есть в нас в какой-то маленькой мере он связан с жизнью то что движется живое то есть дух как начало какое-то живое но никак не определенное никак не не ухватываемое и в то же время вездесущее и действующее то есть это такое первоначальное да сознавание другого существа не не человеческого не животного это именно ветер поэтому мне кажется что мы сталкиваемся с тем что ну говорит бог ветра так это просто одно и то же бог неизвестно что а вот ветер известно что то есть действующая действующая сила на нас очевидная и соответственно движущаяся соответственно живая вот 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 где и масса их множество их но это не только диалектальность древней культуры которая вообще локальная и называет сохраняет так сказать массу названий так же как в диалектах одно и то же может называться там тысячу разными способами одно и то же понятие как мы скажем а слов масса и все его эти функции вестника он же доносит звук он еще и звук доносит да ветер может что-то принести он шелестит в ветвях он говорит он поет там в этих ветвях он разговаривает в каком-то смысле не очень понятно то есть у него масса оснований стать мифологическим существом и все это сконцентрировано вот ну просто в физической природе этого ветра меня восхитило в самом начале что восточный ветер называется такта а еще есть такой-то ветер тоже восточный то есть развлечений нет это просто ну если есть такое слово значит это другое существо а что они оба восточные это не важно есть такой вот там ки-ки 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 кина и другой который по-другому называется страшно интересно очень просто мешок ветров это конечно какая-то универсалия потому что по-моему это везде существует ну и он он также образ то что можно назвать флюидами да то есть невидимого притяжения почему это участвует в отношениях любовных то есть то что как мы говорим связывает людей это не видно это невидимая невидимая сила и как подобное ветру и очень конечно получается такая поэтическая картина недаром это в поэзии так пошло подыматься да как бы вошло туда и стало расти она по своей сути по своей легкости по своей метафорических потенциях очень хорошая штука этот ветер поэтому я думаю так она стала набирать силу и в японской поэзии антропоморфны ли боги которых называла Людмила Михайловна антропоморфны ли они может быть эти боги даже не злые и чем же божество отличается божество ветра отличается от самого ветра это раз японские боги не антропоморфны категорически во всяком случае на период составления этих самых сводов они не антропоморфны несмотря на то что многие историки японские западные и российские такие есть считают что в корчике собственно изложена история того как несколько племен из королевства одного корейского приплыли в Японию и ее как бы колонизовали не принесли с собой всякие ремесла и все такое вот и читать котики надо как вот эту самую историю освоения территории этими племенами которые принесли коней ткачества одно другому не мешает да и дальше вот интересно подмеченная вами динамика связи представлений о делах ветра с делами между мужчинами и женщинами как она ослабевала эта связь а почему ослабевала и почему возникала не странно ли а ветер это женское я надеюсь или мужское начало я так понимаю что в Маньосе если то есть во многих случаях как говорит Нина Владимировна это унисекс или даже не то чтобы унисекс а просто не встает вопрос просто не встает а в тех случаях когда это почему-либо удобно и выгодно автору стихотворения тогда в общем он мужчина он мне представал в одном из случаев в виде женщины а в виде мужчины представал в Маньосе а в остальных случаях он просто действительно не когда он мужчина там такая активность проявляется да он что-то активно делает у женщины роль как бы пассивности поэтому может быть это так но он же даже пояс развязывал насколько я помню да ветер да нет это мужчина просит развязать пояс да ну да знаете с кендером вообще чрезвычайно сложная ситуация поскольку если нет специальных комет если не принимаются специальные меры то гендер как невозможно было это вычислить в японском тексте и в китайском и слово камень бог мы переводим как бог аматераса тоже камень да понятно и между прочим в начале 20 века было там не знаю лет 20 периода когда считалось что аматераса мужчина на самом деле это ну вообще-то по-гречески афина тоже теос там только артикль когда поставят тогда понятно что это гэ теос а не го теос а в общем теос подходит у гомера и для богини и для бога очень важно да здесь еще реплика от Анны Ильиничны спасибо огромное за доклад сами собой вспоминаются параллели в испанской девушка отказывается от всех женихов в пользу ветра и русской царь-девица и ветер фольклорной и литературной традиции смотрите лорку Хименоса Цветаеву о библейских параллелях и античных не говорю они понятны универсалии позволяют увидеть уникальность японской традиции да она действительно вы знаете я помните говорила что есть такой оказиональный один текст с иллюстрациями где японские эти самые самые первые боги космогонического периода изображены с такими они четыре головы и все они сине-зеленые и в общем какие-то какие-то такие вот в этом тексте говорится что Аматерасу имела оба набора органов но это это поздний текст то есть это совершенно точно текст составленный после того как уже возникли просто ряд буддийских школ или какая-то своя буддийская теология и даже ну короче говоря вот по-видимому тогда же начинается период так называемого сращения синтезма с буддизмом когда было объявлено что Будда и буддисатвы явились в Японию сначала в виде богов камень то есть эти боги камень они как аватары бот это был способ как-то вот это вот все примирить ко мне приходит время от времени буддийский священник читать сутру перед буддийским алтарем домашним в порядке поминовения усопших этого дома и вот я ему что-то такое вот сказала что ну я занимаюсь как бы скорее синтезмом богами камень он говорит ну вы же знаете что до периода мидии это все было вместе и одно и то же вот такая у него идея я хотела сказать вот про эту гендерность ветра в разных традициях да ну в частности марийская традиция там просто есть действительно вот этот момент собственно женщина которая как бы одержима ветром и которая вступает с ним в связь и она является женой ветра как бы да и она совершает соответствующие обряды то есть она разговаривает с ветром в особом месте и особым образом там она делает всякие эротические жесты при этом и вот мы помним мы когда-то говорили о персонажах этих мужских не прошедших инициацию умерших до нее и вот в частности гиацинт который был любимцем Аполлона а эти персонажи из них ну некоторые любимцы Аполлона действительно они рано умирают и там вот предшествует во всяком случае в вазописи той истории которая совершается собственно как будет убит гиацинт он появляется в вазописи в объятиях зефира то есть он ну причем это такие эротические объятия именно да и дальше собственно история в чем что Аполлон мечет диск а зефир его отклоняет таким образом что он падает что он попадает в гиацинт и гиацинт оказывается убит то есть это эпизод соперничества да одна из версий его собственно смерти гиацинта это вот соперничество за него между Аполлоном и зефиром то есть ветром да и второй момент вот про невидимые существа которые тем не менее оказывают огромное какое-то очень значимое действие на людей это вот мы можем видеть в обмене сонетами при дворе Кридрифа II сицилийского то есть это XIII век да и это время когда сонеты впервые появляются эта форма впервые появляется в европейской поэзии в принципе там есть и собственно это интересно да что вот эта вот любовная мифология которая явно попитывается традиции арабской да и провансальской которая в свою очередь от арабской зависит то есть турбадурская и в ней развивается вот эта вот система персонажей она развивается одновременно с фоластическими штудиями да и XIII век это уже ну такая философия фоластическая весьма развитая да и естественно научные изыскания да всякие которые в это время тоже уже на высоте то есть одновременно да появляется вот такая как бы ученая мифология и вот эта персонажность такая интересная а в другой страны с фоластической традицией там появляется вот этот амор не в виде философской категории в виде которой он там отдельно живет да любовь а появляется в виде персонажа которого мы ну совсем в таком ярком развитии мы потом увидим у Данта в новой жизни да где он там будет держать у себя на руках спящую Беатрич потом это Беатрич будет есть сердце своего возлюбленного да и так далее и вот этот амор появляется в сонетах и значит дискуссия между несколькими поэтами придворными там Пьеро де Левинья знаменитый там и так далее да она идет вот по той линии существует амор в качестве значит в качестве какой-то субстанции какого-то персоната или это просто атрибут да то есть вопрос субстанции или атрибут и значит он сравнивается там тоже появляется такое общее место которое несколько поэтов тиражируют он сравнивается с магнитом магнит по-французски аман то есть любящий да и его действие уподобляется действию вот этого магнита который тоже не видно как действует но он тем не менее притягивает к себе железо и даже там то есть он совершает весьма ощутимое действие при том что непонятно как оно совершается ну на уровне собственно развития естественных наук тех времен да и амор вот он такой же персонаж который тоже совершает некое действие при том что совершенно непонятно как он его совершает и дальше уже в 14 веке пойдут собственно длинные поэтические рассуждения ну поэтико-философские да как там танцовно знаменитая Гвида Кавальканти дама просит меня собственно дама просит объяснить действия амора да и дальше там огромное которое никто нормально до сих пор не перевел и очень трудно потому что там очень много философской технологии к поэтическому тексту невозможно перевести ну вот в общем вот эти вот магнит который аман который любящий да влюбленный и амор вот они действительно оказываются мне кажется они похожи немножко на то как вот этот ветер фигурирует у вас ну да может быть ну просто если вот если я правильно поняла в том что вы говорите там есть какие-то варианты что одно и то же явление принимает вид то частицы то волны то в японском случае частицы практически нету нет там они между собой что это субстанция или это просто просто признак просто какое-то явление да что вот у них могут быть субстанции и есть персонаж соответственно потом то является персонаж амор уже такой вполне ну как сказать он гендерно скорее мужского пола да и действия которые он совершает они скорее похожи на там мужские скорее может быть и есть может быть и есть это самое сходство сходство есть отдаленное но в принципе конечно незримое воздействие вот в этом в этом в этом случае что и амор или там эрос незримое воздействие вот это и есть то что их объединяет если читать скажем там Платона по-гречески то понятно что он постоянно играет тем что это слово означает то персонаж то явление то субстанцию то явление и на этом строится кое-какие игры там даже такие словесные больших букв они не знали поэтому это было совершенно нормально я сейчас не смогу привести по памяти но вот только что было понятно что просто софизм построен на том что слово употребляется то как субстанция то как персонаж то как явление поэтому вот эти непонятные движущиеся силы чего-то совершающие хочется как-то во-первых они если у них есть сезонность то они получают свою классифика паксономия будет по сезонам по сторонам света по силе это все это все как бы явление классифицируется но соответственно там соответствующим ветрам присваиваются те или иные качества да я безумен только при норфе он несет мне безумие ну да наверное японские ветры тоже временами временами материализуются например когда они стучат ставенками ну конечно они действуют но это это действие даже если он дует вам в лицо он уже действует на вас и не обязательно даже стучать ну можно а что творится с деревьями как они разговаривают только тогда когда ветер воспринимает поэтическое сознание вообще такое восприимчивое как разговор налетает налетает внезапно подымается переносит масса действий и нет никакой необходимости объединять это в какой-то единый персонаж они везде находятся вездесущие многоименные и многовидные внезапные внезапно приходят внезапно уходят вот все все качества мифологического персонажа то есть отличного от человека он другой вот точно другой если какой-то какой-то мифологический персонаж ты не сразу понимаешь что он таковой да он появляется он никак не показывает что он там эти боги греческие могут притвориться кем угодно выглядеть как человек а этот не человек это точно так что это такой прадигматический мифологический персонаж нам бы ван очень интересно ну это очень интересно еще с той точки зрения куда в какой социальный слой и в какую так сказать систему интерпретации это попадает потому что вот как я понимаю в аристократической культуре она тяготеет к тому чтобы как раз вот эту персонажность осознать и ее там всячески разрабатывать да и потому что это культура таких праздников постоянных придворных да где имеют место вот эти персонификации роли всевозможные игры тоже ролевые да то есть и там действительно очень оказывается нужно чтобы вот эти красивые персонажи да так сказать они народные да они изначально смесь всего на свете ученые традиции там народных представлений да какой-то эстетики там где-то подхваченной тоже там может из раскопок может из там каких-то артефактов древних да вот находимых в это время вот они и они начинают играть как уже такие полноценные персонажи и появляется отдельная традиция литературная да которая нам дает там вот как раз в европейском случае гвидок вальканте данты и так далее очень красиво мне просто интересно насколько это вот я когда-то спросила на семинаре по дамильской литературе вот там люди разбирают эпос да и я спрашиваю скажите а как это соотнести с европейской традицией это примерно что это там Илиада или Одиссия и они мне говорят нет это Тристана Изольда это придворный эпос да вот здесь интересно как есть ли какие-то можно ли какие-то аналогии с европейской традицией привести или совсем нет если вы имеете ввиду аналогии аналогии вот этих двух мифологических сводов то их космологическая часть она если имеет с чем-то сходство то с очень не с европейскими а с более наверное старинными более архаическими текстами но вот действительно с каким-нибудь с чем-нибудь может быть санскурицкими потому что европейские получаются как бы более поздними там там ман-йошу вот эти самые танка там в общем идет чистая линвика по своей эмблематикой тут наверное можно найти сходство с европейскими но наверное японская опережает по времени развитую литературную лирику в восьмом девятом веке наверное европейских литературах не найдешь не найдешь спасибо в древности найдешь в древности да скорее найдешь я хотела только напоследок сейчас если мне удастся показать из алхимического трактата Михаэля Майора замечательную картинку сейчас я попробую разделить экран вы видите его вы видите что он беременен еще к тому же точно там молодец и про него просто есть у Михаэля Майора я не знаю ну наверное все знают о том что это такой мультимедийный проект 17 века то есть это серия алхимических эмблем которые отражают разные стадии великого делания да и там одновременно там есть и вот картинки есть фуги которые сопровождают каждую эмблем там есть три голоса это собственно аталанта вот этот ее возлюбленный ну в смысле ее соревнующийся с ней начально ее возлюбленный и яблоко которое является замедлительным химической реакции поэтому яблоко там отдельный голос третий и есть стихи которые подписаны каждый эмблем и еще рассуждения поясняющие эти стихи то есть такие да все интеллектуальные художественные стихи практически объятые и вот там это один из первых персонажей как раз вот этот борей который во чреве у себя вот вынашивает этот самый плод о боже что же не придумал да ну все надборокко оно такое оно такое плод сокрытый во чреве барея ну что по-моему замечательно все было просто неожиданно даже как-то слышать спасибо что вы неожиданно что вы неожиданно что вы вы Продолжение следует...